добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый в этом видео я хочу ответить на вопрос какая баня лучше много вопросов люди задают именно об этом потому что предложений какая баня что на какую баню обратить внимание много начиная от просто паровой бани сауны это высокотемпературная баня хамам это низкотемпературная как раз за баня который имеет вроде бы то тоже пар но совсем другой принцип работы с паром потому что активного парения в хамаме нет в хамаме идет чисто как говорится прогрев пассивный прогрев паром и идет конденсация пара на стены на человека и вот человек в таком как говорится паровом облако при очень высокой влажности которая кстати не всеми переносится высокая влажность некоторым людям даже и не очень приятно находиться в хамаме баня же в этом деле русская паровая намного выигрывает потому что температуры немножко отличаются от хамама они могут быть в хамаме где-то до 40 там градусов а в паровой бане там от 40 до 60 70 градусов иногда даже некоторые пробуют 80 градусов ну 80 градусов уже это тяжелые режимы они не всем подходят а вот если кому-то как говорится ну ну нужны паровые мягкие режимы с хорошим парком это 50-60 градусов это та баня которая именно нужна особенно пожилым людям особенно гипертоникам да и гипотоникам тоже вот некоторые там заболевания сердечно-сосудистые тоже не не выдерживают люди высоких температур и часто очень слышишь мне баня противопоказано ну тогда вам не только баня противопоказано вам и на юг противопоказано ездить вам вообще тогда нужно на севере жить потому что температуры на юге буквально у нас на днях 40 градусов было ничего все выдержали все это можно выдержать а в бане это выдерживается лучше всего плюс тому я не знаю открою я секрет или нет но многие этим пользуются баня летом помогает справляться с жарой это факт который не просто неоспорим после принятия бани два дня в жару не чувствуешь такое ощущение что внука грацина просто ну так как говорится такая погода теплая все но такого вот зноя изнуряющего который людей заставляет лезть под кондиционеры а кондиционеры не всегда соответствует допустим тот кондиционер который гоняет воздух по замкнутому циклу помещение кондиционер опять помещение это не очень удачное решение поскольку мы как говорится дышим тем воздухом который выдыхаем а это значит мы постоянно объединяем его объединяем и дышим уже с объединенным кислородом воздухом это конечно там где сплит системы это получше но опять же что происходит у человека он фактически большую часть находится вот такой как говорится щадящим режиме кондиционера и потом когда он выходит на улицу он попадает совсем другой микроклимат и у него происходит своего рода стресса но длительного стресса в бане мы делаем маленькие стрессы которые заставляют человека адаптироваться быстро адаптироваться переходить то мы ему дадим температуру там его катим водичкой охладим то опять мы прогреем то мы как говорится ну летом понятно в сугроб не прыгнешь вот но все равно ушат холодной воды найдем и вот эти вот переходы заставляют организм очень легко адаптироваться и подстраиваются кондиционеры такого не дают поэтому баня в данном случае очень даже нам поможет в этом деле баня лучше паровая почему еще потому что у нас кожа начинает хорошо работать и отделять жира жировую вот это вот пробки которые находятся в коже в наших сальниках они как раз лучше всего выходят при температуре которая вот является таким где-то 40 50 градусов плюс это с действием веников с действием рук массажем это все как говорится удаляется и тело человека начинает дышать как многие выходят и дышать легче стало так легче стало дышать не только самому легким но и кожи человека и легким лучше всего дышится когда легкие выкинут как говорится излишнюю вот эту вот слизь когда человек просто напросто интенсивным дыханием выкидывает кучу влаги из легких это все происходит бане в паровой бане в сухой вы не сможете так легко дышать люди дышат там слишком зажато слизистая оболочка пересыхает это является не очень хорошим показателем и там где говорят мы привыкли париться 100 градусов вы привыкли греться в 100 градусов париться никто при 100 градусов не париться можно обвариться при 100 градусов там если подкидывается ложечка воды и кто-то прыгает на нижнюю полку и сидит зажавший уши ну это не парение а если уже кто и терпит и после этого выходит с кожей которая у него как знаете леопардовая такая пятнистая это тоже ничего хорошего цвет кожи должен быть одинаковый розовенький при том что я вам скажу те люди которые уже регулярно парятся то у них нет такой вот прямо красноты на коже она розовенькая как у младенца и это именно тот цвет здоровой кожи поэтому когда мы говорим за баню какая лучше конечно лучше паровая много бань разных и посетить я вам даже советую все бани чтобы вы как говорится и терме попробовали что такое сауна настоящая сауна попробовать что такое хамам нужно попробовать но для того чтобы как говорится у человека было нормальное очищение нормальный здоровый образ жизни ему нужна паровая баня ванна душ это только гигиенические санитарные то что нужно просто человеку очиститься даже я вам так скажу идя в баню примите душ обязательно иначе вы в бане будете просто-напросто задыхаться от своего же пота которые как вы накопили за день и потом будете им дышать поэтому в комплекс мероприятий комплекс процедур помогает нам нормально поддерживать наши силы наше здоровье выбор бани за вами при том что строить как бы отдельную баню не так уж и нужно мы можем переделать любое помещение под баню самое главное в бане должна быть вентиляция печь полки которые соответствуют парению и умение парить как правильно парить мы вас научим приходите к нам